Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Вот и подходит к концу тот небольшой объем монет, которые накопились у меня за некий промежуток времени. Но спешу обрадовать, что мне уже пришла следующая посылка с монетами, и также мы ее с вами будем разбирать. Но прежде я, конечно, сделаю пару подробных, думаю, обзоров. В планах есть обзоры на монеты Грузии, на монеты Греции, на те же самые германские монеты. Ну, посмотрим, что-нибудь обязательно сделаем. Ну, не будем терять время, начнем видео с такой вот интересной монеты. Монеты немецкой, достоинством 200 марок, 1923 года выпуска. Выпущена данная монета монетным двором города Берлин, о чем свидетельствует такая вот заглавная латинская буква А. Ну, напомню, что данный период, то есть период с 1918 по 1933 годы назывался, точнее называется в историографии германской периодом Веймарской республики. Называется он так по названию города, в котором была принята, собственно, конституция данной республики, по-моему, в 1919 году. Ну, и, собственно, от монархии Германия перешла к республиканскому, к республиканской, прошу прощения, форме правления. Хотя официальное название государства осталось тем же, немецкий или германский рейх, или немецкое или германское государство, кому как нравится и так и так правильно, поскольку различные источники об этом говорят. Ну, монета, это довольно интересно, в первую очередь своим номиналом в 200 марок, номиналом довольно большим. Ну, напомню, что во второй половине 1923 года в Германии произошла гиперинфляция и были выпущены денежные знаки с довольно крупными номиналами. Ну, потом, с обводом рентом марки удалось все это немцам предотвратить, но это уже совершенно, как говорится, другая история. Ну, монета также интересна довольно тем, что отчеканена она из сплава алюминия и меди, то есть с очень небольшим процентом меди добавления. Вот такая вот, собственно, монетка, довольно интересная. Ну, и, как всегда, мы на реверсе видим федерального орла, германскую. Ну, небольшая такая забойна, конечно, на гурте есть, но в целом для 1923 года сохран монеты очень даже неплохой. Далее, такая вот датская монетка, достоинством в один эре 1935 года выпуска, то есть времен правления датского короля Крестьяна X, о чем, собственно, свидетельствует его вот такая вот монограмма на аверсе данной монеты. Ну, монета такая довольно простая, но симпатичная, на мой взгляд. Ну, вообще, мне нравятся монеты европейских государств 20 века, а также их колонии. И напомню, что я являюсь погодовщиком и коллекционирую монеты по годам, по монетным дворам и по некоторым другим признакам. Вот такая вот довольно маленькая монетка. Бликует опять все не очень хорошо видно, не знаю почему. Вот с освещением попробовать поиграться. Ну, ладно, это тоже отступление. Но напомню, что датский король Крестьян X правил Данией, собственно, с 1912 по 1947 годы. Также стоит сказать, что данный монарх примечателен тем, что являлся еще и королем Исландии с 1918 по 1944 годы. Что, собственно, сделало его первым и единственным монархом, правившим Исландией, как суверенным государством. Далее, вот такая вот цинковая французская монета, достоинством 10 сантимов, 1942 года выпуска данная монетка. Тоже для цинковой монеты 1942 года сохран очень даже приличный. Ну, также напомню, что монета эта выпущена в период так называемого французского государства. Также данный период в историографии именуется как режим Виши по названию фактической столицы этого самого французского государства. Вот такая вот монетка. Ну, на мой взгляд, также довольно интересная. Далее. Также французская монетка так называемой Четвертой Республики. 10 франков достоинством данной монеты 1947 года. Также данная монета так называемого нового типа. Вот старого типа она отличается размерами вот этой вот головы Марианы. Или персонификации французской республики. Тут немного размеры отличаются. Также на реверсе монеты примечательны отсутствие заглавной латинской буквы B. Это означает то, что данная монета выпущена монетным двором города Париж. Потому что параллельно также выпускался данный тип монет. Монетным двором города Бамон-Ле-Роже. Города, по-моему, в Нормандии. Если мне память не изменяет. Вот. Собственно, такая вот тоже довольно интересная монета. Далее, точнее, ну и, наконец, такая вот памятная, также французская монета. Достоинством в 2 франка 1995 года выпуска. Вот так вот, наверное, немножко получше рельеф монеты будет выглядеть. Свет мы немножко так подзагородили. Так называемой уже Пятой Республики. То есть, уже перед вводом евро во Франции данные монеты выпускались. Напомню, что монета памятная. Посвящена она... Луи Пастеру. Сейчас вот так вот опять свет загоражу, чтобы было лучше видно. Саму монету Луи Пастеру данные монеты посвящена... Французскому химику и микробиологу. Собственно, одному из основоположников мировой микробиологии. А также теоретика вакцинации, так называемому. Ну, такая вот монета довольно интересная. На мой взгляд, вообще, ну, опять же скажу, что французские монеты мне очень нравятся. Ну, вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. Напомню, что в скором времени мы начнем разбирать следующую посылку. Но, опять же, скажу, что после пары каких-нибудь подробных обзоров на какие-нибудь монеты. Ну, а всем желаю удачи в пополнении коллекции. В комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось. До новых встреч!